11 января. Всем привет, мои хорошие. Все слышат этот звук? Это любимый в гараже. Занимается своими делами. Вообще-то строит подставки для декораций, которые я придумала. Предложила сделать, как для ёлки. Да, говорит, наверное, получится. Вот, короче, это надпись, про которую я говорила. Мой гараж, мои правила. Вот она, лисит. Мой гараж, мои правила. Так и получилось. Пошла я предложить свою помощь. Меня оттуда нещадно выгнали. Из гаража сказали, так, мой гараж, мои правила, иди отсюда. В общем, ну, чтобы я не совала никуда свои пальцы. Не рассказывала, как лучше сделать. Вот, поэтому ушла гулять. Вот, теперь они у меня по этой скорости. Кто там у меня? Мишечка. Миша, домой просит. Что? Куну. Мои зайчики. И опять, пока солнышко, хочу выбраться поселить немножко на улице. Низя, низя, гуляем, гуляем, Мишеня, гуляем. Чудо. Сонька. Финишка. Всех отправила на солнышко. Ну и это дурашка, конечно. Вот так, да. Сверетый дом с своей веревкой. Вон она. Так, чего он вам рассказывал. Вот эта веревка. Вот эта вот веревка. Вот самая наша любимая игрушка. Как за любимый рассказывал, он эту веревку нечаянно закинул к соседям. Наверное, надо помять. Ясно? Нет, ничего не смогу рассказать. Уйдит громко. Ладно, переждем. Сейчас будет ругаться. Я за ним шпионю. Шпионю. Вот эти вот стульчики напротив деревянные. Это Френдюшкин брат делал. Вот я вот только не знаю, каждую ли он деталь сам вырезал. Или у них тут есть, продаются. Потому что вот эта вот качеля, на которой я сижу. То есть ее просто заказываешь, она приходит деталями, их просто вместе сложил, повесил. Поэтому я подозреваю, наверное, и вот эти вот стульчики точно так собирались. Уже купленные, как конструктор по деталькам купленные. Просто собранные. Но они мне нравятся. Кона! Ну нельзя! Вот эти скамеечки любимый делал сам. И так они ему нравятся. Я с них смеялась, потому что у них они, ну как-то, не знаю, как в какой-то российской глубинке, где-то далеко. Бабушки сидят на завалинке, на таких скамеечках. Семочки живут. Ну, именно это ему и нравится. Говорит он, ну да. Это как кантри-стиль. То есть сельский стиль. Ну, у него все в таком стиле. Ну, так все лето мы и живем, поэтому все у нас в таком стиле. А мне больше всего нравится вот эта лавочка. Вот это вот я ему предложила. Найди просто, ну, такое дерево, чтобы оно было необработано. Вот оно. Видно? Необработанное дерево, вот так из кусков сложное. Вот это больше вроде как-то по стилю подходит по его. По медвежьему. Знаешь, во всем медвежье тематиково. Это коряга, которую я тогда притаскала. Вот. Вот она на камушках смотрится очень даже симпатично. Кона, отстань! А вторая у нас прячется вот здесь. Потому что ее обгрызли. Я принесла их две. Они были такие живописно-корявые. Ну, теперь одна получилась обгрызанная. Поэтому мы ее пока спрятали, потому что она ее догрызет. Если она начала, она ее уже в покое не оставит. Поэтому надо, чтобы она про нее забыла. Вот этот грызун, термит. Сколько всего погрызла. Вот эти вот кустики сирени, карликовая такая, сирень маленькая. Так он чуть не плакал до слез она. В прошлом году вот этот кустик почти... Ну, вот он. Они были одинакового размера. Вот такие. И она его переполовинила. Обгрызла под корень все вот это вот. Половинку. И днем я чуть не плакала. Тут же каждое деревце нужно так прививать. За ним ухаживать, как за ребенком. Потому что воды-то здесь в почве нет. И почва сама такая. Но она не держит воду хорошо. То есть их надо поливать. Следить за тем, чтобы не пересыхали. Вот. Хочу рассказать. Ага, нашла программу, как склеивать видео. Так что теперь последнее видео вы видели. Получилось длиннючее. Больше, чем полчаса. Постараюсь теперь делать покороче. Конечно, терпения просмотреть не хватит. Но таланта у меня пока нет такого, чтобы все коротко и кратко рассказать и показать. Вложиться в 10 минут. Поэтому все растянуто, размыто. Уж извиняйте. Пока научусь. Пока как умею. О, встреча. Миша поругался на кон. Прямо сильно вытолкал, выпихал из гаража. Все, и говорит, уходи из моего гаража. Ну, прям, ну, ничего нельзя не сказать, не покомандовать. Ну, а как не покомандовать? Это ж... Я же там тоже выхожу, я же тоже замуж выхожу. Правильно, кон. А я так думаю. Уж теперь право принимать участие в декорации. Ну, подпорки эти под декорации делать. Не, выпихал, выпихал. Вот так вот. Все, сижу теперь не знаю, о чем рассказать. Сижу, голову не идет. Просто хорошо на солнышке. Ну, этот дуренька лезет. Ну, гляньте на нее. Посмотрите. Ну, вы посмотрите на нее. Фу, фу. Да фу на тебя. Подтикай. Не даст посидеть. Если не на привязи, посидеть не гадает на улице. Время со своей этой веревкой. Ага, тогда про веревку про эту я не рассказала. Так вот эту веревку... Время нечаянно закинул за забор к соседям. Ну, когда они играли. Не рассчитал силы, но улетела. Кона устроила такую депрессию. Никакую другую игрушку она не принимала. Хочет она только эту веревку и все. Он ходил к соседям, просился. Когда это же надо... Ой. Подкараулить момент, когда люди, чтобы были дома. И чтобы они нашли возможность пойти на улицу, поискать там. Потому что у них свои-то собаки. Они-то, понятно, тоже затаскали уже эту веревку. В общем, вернули веревку нашей Коне. И она была несказанно рада. И вот как я только приехала, он мне об этом рассказал. Когда я с ней играла, сказал, что ты будь осторожна. А то если закинешь к соседям, говорят, что там люди новые, сейчас приехали, там новые соседи. Я их не особо... не знаю их. И очень... Сейчас сложилась там такая ситуация у нас... Ну, непонятно у соседей. То они вроде бы были с женой и с детками. А теперь он там один. И его бывает целую неделю, может, не быть дома. А животные... Ну, собаки у них вход через дверь в дом есть. Остаются на улице. Поэтому, то есть, застать его дома, чтобы забрать эту веревку, может, не получится. Когда он бывает дома, мы не знаем. Ну, как говорится, лучше не предупреждать. Когда кому-то скажешь, чего-то не делай, обязательно это случится. Не упади, обязательно человек упадет. Ну, где-то идем так. Нельзя, Кона! Туринда. Прямо что-то на камеру не прыгнула. Сейчас бы так завалила. Вот. И так и у меня и получилось. Дурачились мы с Коной. И улетела у меня туда веревка. Там у них две большие собаки. Ну, одна большая, другая поменьше. Ну, лабрадор такой шоколадного цвета. Ну, я об этом уже узнала, когда я веревку туда закинула. Я полезла туда вот через забор. Ну, не сам через забор, не на территорию, а просто поднялась вот немножко там, туда. Можно было выглянуть. Залезла на этот самый... На жердочку там. Ну, выглядывала. Там, куда улетела эта веревка, ее уже на том месте не было. То есть собаки ее заиграли. Этот лабрадор меня увидел. Гавкнул сначала. Я же смотрю, где же веревка, куда же они ее заносили. Как бы ее достать, и чем ее придется захватить, а то нужно бы ее вернуть. А лабрадор этот... Такой симпатичный, шоколадный. Очень даже дружелюбный товарищ оказался. Сразу сообразил, что я ищу. Пошел, нашел эту веревку, где они ее заносили, и принес ее мне. Ну, он высокий, собака большая, и он встал на задние лапы, прям поднял в зубах эту веревку. И это самое. И отдал мне ее у него прямо изо рта. Взяла такое. Ну, он, конечно, принес ее с надеждой, что я с ним поиграю, потому что они-то там скучают за людским вниманием. Двоем-то они вроде бы и хорошо, но все-таки на веревку никто не кинет. Вот. И так мы вернули коне нашу тядьку. Любимую, самую прилюбимую тядьку. Вот если она ее дожует, я прям даже не знаю, где мы будем искать такую же. Пытались в магазине найти, посмотреть похожую, но вот они все равно не такие. Да, коняшка? Такое было приключение с нашей веревкой. Вот эти камушки нас ссыпаны из щеленка, как морские камушки, но они речные на самом деле. Это любимый все таскал сам. Вот это тут вообще этот уголок, это он все сам оформлял. Вот эту вот крышу, она пергола называется, как от солнца немножко. Выкрывает беседку тоже. Покупал дрова. Они тут дорогие, у них деревьев тут нет. И делал сам. Вроде бы не особенно сложно, да, но все-таки не каждый берется свои выходные после пустой работы еще заниматься чем-то домашним. Эти камушки-то ему напоминают, как в Крыму. Это он делал для меня, говорил, чтобы то ему было напоминанием. Это в Крыму первый раз встретились. И он теперь всем рассказывает про историческое событие, как Крым-то теперь больше не Украина, а он был в Крыму. То есть еще тогда, когда Крым был Украиной. Вот. Вот этот вот, как он называется, ну, место для костра. То есть там разводится здесь костер. Там такие зверушки по кругу вырезаны. И ночью, когда кострик горит внутри, вокруг тени по стенам падают, пляшут такие в виде животных. Там все животные, по-моему, не повторяются, каждое животное разное. Там вот медведь, олень, лиса, баранчик какой-то, лось, кошка дикая. Ну, в общем, там разные зверушки. Они так красиво пляшут тенями. Ночью. Не знаю, может, как-то получится это заснять, отобразить эту камеру. Получается симпатично. Вот. Наша псинка засправила. Засправила. Водичку. Водичку попила, зафыкала. Все, да. Забралась, короче, попробовать на печь. Получится у меня здесь, я не очень разбираюсь в этой печке. Градусы, как там переводить пока. Пока не хочется житься в интернете искать. Как там, получается, сколько нужно. Ну, в общем, попробую сделать печеньки, которые на пиве. Тесто я сделала где-то дня три назад. Оно у меня в холодильнике валялось. Это сейчас, в общем, качалки нету. Поэтому нашла стакан, буду качать стаканом. Вообще, бутылкой бы можно было, но подходящей под рукой не подвернулась. Почему-то бутылок тут, большинство, они квадратные, которые у нас есть. А эти, которые на пузатые, такие, они не очень поудобные, мне кажется. Хотя можно попробовать. Это яблочный уксус у нас. А это у нас лежат, дозревают персики. Купили персики, так мне хотелось. Они такие зеленые. Мы их в эту, в овсянку ложим. Поэтому положили, они немножко дозрели. Хотя зеленые бананы он любит. Это мои бананы, это его. Вот. Поэтому сейчас буду пробовать качать стаканом, эти печеньки сделаю соленые, которые тесто напили. Вот, короче, раскатываю свои печеньки, начала посыпать семечками. Любимый зашел, говорит, я ему нужна. Думаю, наверное, что-нибудь там помочь, подержать, подмогнуть, посоветовать. А оказалось, нет, он собрался мне показывать уже его работу, что он там закончил. Хорошо. Закрыл мне глаза. Выходи, говорит, подставь руки. Я выставила руки. И он мне на руки что-то мне ставит. то есть, ну, деревянный ящик какой-то. Вот такой вот ящик. Вот он. Как его видно. Вот из этого же дерева, которое мы делали, столик для моей швейной машинки, он сделал вот такой вот ящик. Обпалил его, обжег. Это из красного дерева. Красное? Что-то оно не сильно красное. Но оно, наверное, когда красит. В общем, не помню я, что за название дерева. В общем, сделал мне такой ящичек. Боже, и мне очень нравятся все вот эти вот штучечки. Вот это он тоже больной на вот этих фигнюшках, когда он выбирает дерево, чтобы там были всякие красивые изъяны. То есть, чтобы оно, не повторялось, чтобы было не просто гладкое, чтобы там были какие-нибудь дырочки, какие-нибудь там сучки-задоринки, чтобы они были такие интересненькие. Вот, так полил его, но еще так пахнет обожженным деревом. Полчил, искал, что это будет не моя коробочка. Могу использовать для моих чего-то хочешь. Но для машинки, я думала, складывать сюда все принадлежности, которые для машинки. Она подходит под столик, потому что с того же дерева. Ну, на самом деле, это, наверное, буду использовать больше как для всяких своих штучек. Поставлю это. Ну, я имею в виду там бусы всякие, сережки сюда буду складывать. Джули, как оно называется. всякая ювелирка. Вот. И очки поскладываю. Ну, мне нравится. В таком тоже деревенском стиле, когда кто-то сам чего-то руками делает, особенно из дерева. Я обалдет от этого запаха. Вот, я довольная с сюрпризом. Расцеловала, разобнимала. Я не ожидала, я же думала, он там декорации делает. А он мне такой ящичек делает. И сегодня мы пока в магазине были, это он меня отправил покупать мне свои штучки там всякие женские, чего мне надо было. Умывачки я покупала. А он купил, пока я не видела вот эти вот защёлки. Ну, вот, возьмал меня с гаража и сделал мне такую коробочку. Приятно, девочки. Вроде бы, да, ерунда. Каждый может. Я бы и сама могла это сделать, но когда это сделал кто-то, ну, тем более любимый, вот такая тядька, мне нравится. вот так буду складывать. Ну, всё, пошла, теперь буду продолжать делать свои печеньки. Получится, не получится, расскажу. Всё, до связи. Отправляю такие каракули в печку. Посмотрим, что получится. Напрочь, забыла, как они делаются. Ну, надеюсь, будут съедобные. Пристроила я уже свою коробочку. Ну, я пока наспех так накидала в неё всё. Вот она будет у меня тут стоять. Может, тут, может, передвину. Накидала в неё всего чего наспех всякие мои тядьки, мои очочки. Тут ещё всё по коробочкам тоже тядьки. Вот. Ещё сказала, что, говорю, было бы здорово, если бы такая же коробочка была, ну, где-то в половину меньше, чуть-чуть поменьше, чтобы я хранила бы в ней масла свои. аромамасла. У меня масла хранятся вот в такой картонной коробочке. Ну, а в деревянной, конечно, было бы гораздо приятнее. Там дерево бы впитывало запах. Но если бы вы знали, как пахнет тут эта коробка. Я сейчас в спальню зашла, и то есть где-то на расстоянии трёх шагов я слышу этот запах вот обожжённого дерева. Такого хорошего, настоящего дерева. Как же это забалденно пахнет. я обожаю этот запах. Такой он такой уютный, простой. Ну, вот я планирую себе это. Ну, сюда ещё положу вот такая вот просто грубая коробка, и в неё было бы такое тоже в сельском варианте положить такую салфеточку, чтобы было с ажурными краями. Может, даже какой-нибудь мелкий цветочек. Вот. Ну, если как доберусь оформлю, покажу. ну, в общем, я довольна. Девочки, меня сегодня балуют. Всё, вы думаете, я заикнулась про эту коробочку, было бы хорошо для ароматических масел. Где тут у нас свет? Хорошо. И воня! Меня опять не пускали в гараж, только уже у нас открывашки такой не было, поэтому он сделал вот такие эти зоцетки. Вот. И тоже обжёг её. И как же она пахнет! Я спросила, это называется сосна, белая сосна, дерево из белой сосны. Это мягкое дерево. И оно такое душисткое. Вот у меня теперь есть коробочка для моих ароматических масел. Буду нюхать, сначала вынюхаю пока всю сама коробочку. Она без масел классно пахнет. Вот. Моё солнышко меня было. А печеньки я сожгла. Пока я любовалась на коробочку, я забыла про печеньки. Вот, короче, вот. Ну, это не самое горелое. Это ещё, да, можно немножко ободрать. Но в основном все получились. Да, к сожалению. Это моя большая вавка. Готовить я не умею. Когда берусь, получается такая ерунда. Я забываю, потому что я готовлю. Вот. Как-то так. Так, за что меня сегодня так балует, даже не знаю. так приятно. Спасибо.